Ремни безопасности и детские кресла. О существовании этих приспособлений патрульные и полицейские напоминают водителям ежедневно, не только во время недели безопасности дорожного движения. Усилили профилактические меры, останавливаем водителей, предупреждаем их об этом, что обязательно нужно пристегиваться, поскольку ремень безопасности во многом своем при ДТП спасает жизнь. На этой неделе водителям раздавали специальные флайеры-напоминалки. Большинство водителей согласны с необходимостью использования автокресел. Но говорят, не все дети любят ездить в них, тем более пристегнутыми. Поэтому приучать лучше с самого детства. Это была зима и вот эти все комбинезоны, просто было неудобно в нем. Сейчас он абсолютно себя комфортно чувствует и он спит в нем хорошо. Мы даже можем сорваться и поехать, например, на выходные в Днепропетровск покататься. Он абсолютно проводит практически все время в кресле и нормально воспринимает. Люлька поначалу была какая-то. Когда подростцы уже можно было его садить в кресло, то уже мы приобрели кресло и вот туда определили малыша. То есть это было, естественно, понятно, так как безопасность превыше всего. И это же самое ценное, что у нас есть в жизни. Поэтому как нам его не хранить? Но некоторые водители игнорируют правила безопасности и правила дорожного движения. И тогда получается, как на видео, которое появилось в соцсетях в начале недели. На Салтовском шоссе из Девятки на ходу выпал малыш. Папу, который выскочил из автомобиля в тех же соцсетях, уже назвали отцом года. Галина Шподарева, Стас Баранов, Агентство телевидения Новости.